осень в сибири красота сегодня ребята не простой выпуск обзор крутой лодки и небольшая рыбалка погнали мотор 5 лошадей ребята какой вы представляете себе лодку сейчас вам покажу какой представляю лодку я очень удобно можно даже одеть как рюкзачок и нести например ехать в автобусе на рыбалку но лучше конечно на микроавтобусе весит это все всего лишь 24 килограмма комплект двуручное весло 4 секционная сейчас соберем это ребята просто фантастика отложим вот эта длина накачаем это все дело обычным насосом да конечно стоит мне обзавестись электронасосом но пока так собачка тоже пришла поинтересоваться но действительно внимание привлекает всех людей животных а вот такую вот лодку я себе представляю великолепно не правда ли вы только посмотрите какие у нее размеры да тут два с половиной меня поместится хотя мой рост это метр восемьдесят три если что вот это кайф байдарка с мотором что может быть лучше ее история началась катабайда который выпускался много лет подряд но катабайт вырос в байтбот и швы его стали сварными они склеенными как раньше то есть он стал безопаснее катабайт уникальный класс лодок на мой взгляд одна из самых интересных моделей лодок в принципе это катабайт байтбот 2 от тайм триал его конструктивные особенности таковы что даже на маломощном моторе он может конкурировать по скорости с нормальными такими лодочками классическими но имея при этом роскошные габариты четыре клапана надувное дно грузовой отсек на носу подойдет для всех классических моторов вы посмотрите здесь есть даже слив воды дно дно здесь бронированная дополнительный слой жирнющего пвх который не пробьет вообще ничто о честно говоря здесь и стандартная пвхшка такая не кислая прям очень мощная а я заказал себе эту броню как дополнительную опцию да потому что я снимаю для своего канала ну в разных зарослях корягах особенно по весне все это может быть очень опасно но есть также функция бронировки баллонов дополнительная опция это индивидуальный подход к производству здесь можно выбрать цвет напечатать логотип и установить кучу разных модификаций крепления для якоря для весла и для кресла и много чего еще кстати о креслах вы только посмотрите фантастика это кресло фиштрон которая надувается до надувное кресло со спинкой регулируемой в лодке конкретно так можно сидеть и откидываться на спинку отдыхать после охраны воды а удочку в этот момент можно поставить в стакан который у меня установлен здесь но его можно ставить где угодно поставим карасям да вот теперь все полноценно тут чего-то ж не хватало его коврик с ячейками вся грязь червяки и обед и прикормка будет вытряхнута вот таким простым движением вот и все ну чем не машина багажник как у ламборгини заметьте спереди правда сюда влезет нормально так сумок почти весь тубус а не только пакет louis vuitton судно может эксплуатироваться при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов знаете я давно подумывал взять и ледокол сибирь все-таки давайте проверим ее на воде мне уже не терпится по управлять ей веслом мы на платном озере здесь запрещен бензин но на самом деле пока что у меня просто нет мотора вообще задумывался электрическом двигатель вы только представьте как эта ракета бесшумно подкрадывается камышам до рыбы просто чокнуться что опробуем обалдеть вот это катер надо и карьки взять это же су плывет взойдем на борт ну нет друзья это не каяк это полноценная офигенная байдарка с мотором под мотор я пока что просто свисток но вообще очень устойчиво вот смотрите вообще даже не пахнет никаким переворотом и еще в баллоны 40 давайте пройдемся по характеристикам и так длина четыре с половиной метра ширина лодки 111 сантиметров размеры кокпита то есть внутреннего полезного пространства это у нас 358 на 45 сантиметров грузоподъемность этой машины друзья 280 килограммов рыбачить комфортно здесь может два-три человека спокойный баллоны ребята есть на 33 есть на 40 я себе выбрал конечно же 40 чтобы прям почувствовать всю мощь так сказать по полной получился разворот вообще ни разу жизни не управлял вот таким вот веслом поэтому я считаю что у меня получается хоть что-то это уже хорошо честно говоря я думал что управлять будет сложнее прям идет практически без усилий вот все слегка весло окунается прям как надо сейчас только ветер поднялся встречный это немножко хуже такая вот плавучая база теперь у меня есть чего теперь делать а ну конечно рыбачить давайте разложим спиннинг друзья как многие просили и проверим если в этой луже хищник а может быть даже и карась ого друзья вон там за бревном торчащим плесканулась сейчас рыба похоже было на щучий всплеск да все правильно сейчас же осень значит надо ловить щуку да тут то точно нужно бронированное дно с такими сюрпризами опа вот это сюрприз да ребята как же карасямба пойдется сейчас будем щуку ловить спиннинг 240 тестом 415 я думаю самое то что надо такая довольно быстрая палочка начнем с главного пожалуй с какой-нибудь из кислотной плесны вертушечки пока что без струны без поводка ну откусит откусит интересней будет вообще первый раз на этом месте без понятия ребята что тут как тут всплески есть надеюсь хищные они какие-нибудь бобрины ребята было чё-то чё-то честь кто-то жевал прикиньте сход это да погодка портится было солнышко сейчас уже все холодно ветер она завтра друзья обещают у нас уже неделю снега больше никто не хочет клевать ни один бобер не отзывается о всплеск и далее не ребята все беру мотор и я спиннингист что-то ну нет в общем обкидал я несколько блесен не огрузку от поставил воблерки вообще ноль эмоций были всплески были какие-то подозрительные движения но все мимо ух и бобры поработали конечно тут да сдается мне что всплески все-таки бобрины тишина давайте бобры ловитесь выход был но не добила значит рыба хищная все-таки плещется прям кто-то так подпрыгнул я даже и уже и не заметил практически слышу плюх может быть бобер я уже не откажусь ни от чего так давно рыбу не ловил поймал дерево блин попробую не зацепляйку такую вот новенькую модель блесны вообще такую раньше не видел никогда ну и особо и как-то все блесна не видит не видел потому что я в основном по карасю но сегодня так ради интерес и ради быстрой рыбалки так скажем поймал и были не за цепляйка поймала зацеп классика ну хоть что-то почувствовал просто какой-то бобрины рай здесь просто все в обгрызанных деревьях ветках плотинах вот такую еще попробую блесенку да поеду домой если не плюнет не хотите ну и не надо поэтому мне больше конечно нравится в этом плане мирная рыба накормил она к тебе сама приходит не надо ее искать хотя последнее время было и такое что приходилось поискать и все это гиблое дело тут уже мертвый зацеп единственный минус который я нашел для себя это конечно скрипящее сидение потому что пвх пвх трется ну и скрипит не очень приятный звук ну и конечно не особо привычно что воды много льется но я думаю когда здесь будет стоять мотор это заиграет совсем другими красками в общем-то хищная рыба меня снова решила проигнорировать все прокидал все блесны поменял и разные участки тоже осмотрел вообще ноль эмоций какие-то вибрации какие-то пару выходов было с всплесками это вот течение буквально там трех часов рыбалки куда что упала вот для этого нужен держатель он же у меня есть я обычно забываю использовать все возможности как всегда ну жду ваших комментариев друзья каком такая вообще идея и какой мотор сюда поставить сперва все-таки бензинный наверное хочется 5 лошадей по чему проверить вообще лодка до пяти лошадей заявлено и развивает приятную скорость выше 20 километров в час вот это катер мне с такой скоростью другая